Условия, сами условия, если так обсудить, то на неделю выехать, сюда, все, оттуда я уже на все гонки был, уже весь сделал почти, и сейчас приехал, что и заново к этому подать, заново воду пить, это чуть напрягает, все, а так, в общем, все нормально, условия тоже неплохие, да, гонорар тоже нормально дали, все хорошо, все устраивает. Вот чем ты аргументировал свое решение по части того, принимать или не принимать этот бой, потому что, как я понимаю, у вас дебаты были, кто-то был за из команды, кто-то был против. Времени на разуме так много не было, потому что это был уже почти четверг, уже надо было вес сделать свой, надо было решить или вес начать делать, потому что я уже до 89 свой вес спустил, уже воду попил, то, что надо все сделать, и поэтому быстро, быстро. Слушай, я-то забыл, я сразу согласился, там, так получилось, что здесь ночное время было, а там день был, не дозванивался до тренировок, до старших, ну, так, я сказал, что хочу драться, они тоже поддержали, и мы так согласились, конечно. Вообще, не кажется, что данный бой для тебя это абсолютно беспроигрышный, в любом виде? Мне этот вопрос задавали тоже, нет, такого нету, чтобы я выхожу, что мне нечего терять, я хочу выиграть этот бой, я приехал сейчас с намерением выиграть этот бой, вообще близко в голове, то есть мысли такого нету, что мне терять нечего, мне есть что терять, я не хочу проигрывать. И я выйду на этот бой только с твердым намерением выиграть. Эльдар Эльдаров, кстати, говорил, что в принципе Роберт Витекер уже пробитый боец, его и в нокдан отправляли, и в нокаут падал парень. Считаешь ли ты, что, когда нокаут в этом бою наиболее вероятнее, чем под его решение? Это не предугадаешь, это по ходу боя видно будет, что будет, но, конечно, я всегда бываю нацелен на нокаут, на выигрыш, стараюсь свои бои не доводить до решения. Ну, это по ходу боя увидим, да, Витекер тоже не молодой пацан, это довольно-таки элита этого веса, можно считать, но он один из самых лучших бойцов в мире, поэтому всякое может случиться. Удивляешь, что Роберт Витекера до сих пор нет в отеле? Кстати, я так понимаю, он летит еще? Нет, как я знаю, мне сказали, что он в Дубае, может он завтрак, против завтра же день заселения здесь. А как мне говорили, он в Дубае уже давно находится. А, кстати, кого ты считал фаворитом до того, как был сорван? Хамзата или Роберта? Хамзата, конечно, мы все переживали, новость тоже такая была, получилась, все переживаем за Хамзата, вроде сказали, что все хорошо у него, надеюсь, нормально он выздоровеет, вернется в свое русло, поскорее обратно на всех. А так, я думаю, Хамзата фаворит был в этом бою. А что-то известно о состоянии Хамзата? Ну, говорят, госпитализировали его, но надеюсь, ничего критичного нет. Так, 100% информации нет, я не слышал. Понял. А ты что-то вообще когда-то рассматривал Витекера как потенциального соперника, потому что все равно люди в твоем весе, и даже если ты сейчас не будешь с ними драться, ты будешь с ними драться позже? Конечно, я всех рассматривал, буквально всех рассматривал на потенциальных соперников, в том числе и Витекера. Ну, знаете, бой это бой, ты на любой бой, там будет Витекер, там будет Адессан или там последние мои рейтники. В моем весе разницы нет, я на любой бой выхожу, грубо говоря, с одним и тем же настроем. Надо выиграть бой, и все. Как считаешь вообще, Алекс Перейро сейчас вот так быстро завоевал все пояса, ты хочешь пройти по такой же дороге, так же быстро бац-бац-бац и... Хотелось бы, все для этого есть, надо постараться. А вот Эльдар сказал, что Дэн Овайт тебе сказал, что если ты победишь, это изменит в корне твою жизнь. Ну, я самого Дэна Аэта не видел, там я с Али Абделья здесь пообщались, он меня позвал, он говорит, я вот такое дело, Хамзат снялся, они хотят, чтобы ты подрался. Я говорю, эй, здесь неделя осталась, я говорю, я уже весь сделал, он говорит, сам подумает, мы все понимаем, он говорит, дай мне час, я говорю, вот так, очень часто же все, дозвонился до всех, все, все, я говорю, все, давай деремся, будет тайм. И вот так буквально за один день все это поменялось, вот представь на утром взвешивание, а я уже на этой суете взял, и еще там так получилось, что Витаке сначала сказал, будет сам выдраться, потом нет, я не дам ему шанс. Ну, вот эти качки были, и я до утра жду, я говорю, эй, мне гонять весь или не гонять, скажите мне, говорю, что мне делать, я уже здесь на весьогонке живу, не кушаю, ничего. И утром не могу дозвониться до Али, и до 11-12 часов он просыпается, я всю ночь работаю над этим, там все, и телетишек, я говорю, давай билеты отправляю быстро, я говорю, ничего, вот так, вот так, вот так, вот такая, говорит, суматоха получилась. Если не ошибаюсь, Роберт говорил, что даже не знал твоего имени, не знал о существовании такого бойца, если не ошибаюсь, я это удивил или лукавит он? Я думаю, он лукавит, я думаю, он миллион раз пересмотрел мой бой с Чимаевым, потому что он на него готовился, чек-то лукавит, я думаю. Как думаешь, теперь запомнит твое имя? Я думаю, да, куда он день и цель, надо драться со мной, пять раундов. А было ли общение с Хабибом или с Исламом Махачевым на эту тему, на тему следующего боя? Когда уже согласился на бой, позвонил Хабибу, он тоже сказал, спорт возможности, нельзя упускать такие возможности, надо сказать, приехать сюда, два-три дня хорошенько поработать, пропотеть. Аклиматизация, 10 часов разница, это, так считать, мы с Майами, когда сюда прилетаем, намного легче было, чем с Вегаса. А Вегаса там, это вообще длинный перелет. А был ли совет по части боя, по части везения этого боя? Да, обсуждали эти моменты тоже, но это уже оставим, да. Ну, если вкратце, что он говорит? Ну, повнимательнее быть, да, ударник же, значит, повнимательнее будет, и все получится, он сказал. А будет он приедет поддержать победу? Я думаю, нет, потому что они только все после Ислама уставшие, долгого кемпа, это все-все, как я знаю, не придет. А кто будет в твоем углу? Эльдар Эльдаров будет в углу, Магомед Багандов будет, но тренинг по ударке, Сидулай Мирагаев и Ислам Амидов, четыре человека. Вот у тебя был сорванный бой против Паула Косты, кто из них, как соперник для тебя, более неудобен, Роберт или Паула? Роберт лучше, он же выиграл его. Так, одинаковые, да, они у них тоже близкие же были, плюс у меня есть одинаковые бойцы. Все, спасибо тебе большое. Спасибо.